Всем привет, с вами Буби и я неспроста сегодня сижу на этом импровизированном диванчике вместе с подарочными пакетиками, потому что я наконец решила поделиться с вами впечатлениями с моей фан-встречи, которая проходила в Минске в ноябре месяце. Для меня, если честно, это был первый опыт, это была моя первая фан-встреча. У меня никогда раньше не было возможности встретиться со своими подписчиками вживой, и я, если честно, была очень рада тому, как все прошло. Но сейчас давайте обо всем по порядку. Для начала я, наверное, все-таки поделюсь всеми подарочками, которые мне подарили, и я еще раз хотела бы сказать огромное спасибо за ваше тепло, за подарки, за вопросы, которые вы мне задавали, потому что это была хорошая возможность узнать вам меня немножко поближе, и я думаю, те, кто был на встрече, они пару интересных секретиков все-таки узнали. Так что вот, давайте начнем с подарков. Встреча у меня была в 20-х числах, по-моему, сейчас уже 6 декабря, и я только сейчас собралась с духом разобрать подарки, потому что до этого я разбирала коробки, которые у нас скопились после переезда на новой квартире. Первый подарочек. Давайте начнем вот с этого подарка. И здесь, первым делом я вижу здесь прикольный блокнотик, он классненький. Здесь нарисована Прага. Оооо, я была в Праге, и это для меня серьезно. Я, когда проглядывала мельком подарки, я не обратила внимания на то, что на обложке нарисовано, и сейчас для меня это такое очень приятное открытие, потому что мне Прага очень понравилась. Хоть мы были там зимой, и было там очень морозно, но и все-таки у меня были очень приятные впечатления после этой поездки. И меня сейчас будет еще греть вот такой приятный блокнотик, очень интересный. Спасибо огромное. Так. Дальше, дальше, дальше. Художественные акриловые краски. Ооо, так приятно! Спасибо! Для меня акриловые краски, это, наверное, самое затратное по финансам дело, и я никогда не против получить краски в подарок. Спасибо огромное, это очень приятно. Сейчас мы откроем. Не хочет открываться. Черт возьми! Здесь вот такие вот небольшие тюбики с красками. Их здесь 8 штук. Огромное спасибо, это серьезно, очень приятно. У меня вот таких вот художественных акриловых красок в тюбиках еще никогда не было. И тем приятнее получить такие подарки. Огромное спасибо, очень приятно. Так, дальше у нас идут... Так, так, так. Это скотчи декоративные. Ну, скотчей тоже никогда не бывает много, поэтому огромное спасибо. Я действительно очень рада. Это очень приятный подарочек. Так, складываем все. Вот этот возьмем. Зелененький подарочек. Так, здесь идет шампунчик. Очень интересно. Так, и прикольная шоколадка Аленка. Я, кстати, Аленку очень люблю. Раньше очень часто ее кушала. Спасибо огромное. Так, дальше, дальше, дальше в этом пакетике. У меня, кстати, возникла небольшая рокировка между пакетами, потому что конфеты, кстати, мы уже начали есть. И я точно не помню, в каком пакете какие были конфеты. Но я в любом случае... Конфеты все очень вкусные. Здесь у меня конфетки вот такие вот и письмо. Я еще надеюсь, что конфеты все-таки не перебутала. Так. Аня и Елена Василевские. Спасибо большое. Аня и Еленочка, спасибо большое за подарок. Очень приятно. Не везде, конечно, были письма. Так бы я озвучивала всех, кто подарил подарочки. Но у меня сейчас такой возможности нет, потому что не везде есть письма от Саши и Даши. Такая классная открытка здесь. Такой прикольный собачонок. Такса на шарике летит. Очень красиво. Так, дальше. Здесь сделанный вручную брелок. И еще что-то. Так интересно. Мне кажется, что это бетончик цветка какого-то. Очень красиво. Девочки мои, так красиво. Очень красиво. Спасибо большое. Очень приятно. И брелочек такой в виде маршмеллоу. Я даже знаю, кто делал на YouTube такой брелок. Но я не буду говорить. Спасибо. Очень приятно, действительно. Особенно то, что это делали своими руками. Это всегда очень ценно. Я такое очень люблю. Потому что сама мастерю. Поэтому понимаю, сколько труда. В это вложенные силы. Дальше, дальше. Ой, как вкусно пахнет. Это ароматическая свечка. По-моему, это клюква. По-моему, если я не ошибаюсь. Да, дикая клюква. Пахнет просто безумно вкусно. Я думаю, что сегодня вечером под стаканчик безалкогольного глинтвейна с книжкой я обязательно зажгу эту свечку. Спасибо большое, девочки. Очень приятно. И конфетки. Вот эти конфетки, кстати, очень вкусные. Безумные вкусные конфеты. Марсианка с тирамису. Мы уже практически всю коробку залопали. Спасибо огромное. Дальше. Идет вот такая вот коробка. С моей фотографией. Очень приятно. Так все сделано. Прикольно. И здесь очень много чего интересного. Так. Во-первых, здесь есть письмо. Лера и Кира. Девочки мои, спасибо огромное. Очень приятно. Здесь столько всего интересного. И ножнички, и лак для ногтей, и много прикольных конфеток. Ой, спасибо. Это очень приятно. Вы у меня такие молодцы. Спасибо огромное. Так. Еще кто-то мне подарил мыло рощной работы. Если я, конечно, ничего не путаю. Но я уже не помню, кто это был. Но все равно мне очень приятно. О, это Рината. Это подарила мне Рината. Тут выпала бумажечка. Спасибо огромное. Я, наверное, сейчас не смогу открыть, потому что рискую ногти сломать. Но все равно огромное спасибо. Я очень люблю мыло рощной работы, поэтому обязательно буду пользоваться. Последний пакет у нас. Вот такой вот красивенький пакетик. И здесь что-то очень красиво так выпаковано. Так. Первым делом это что? Открытки для вдохновения. Середоинственный мир зверей. 12 восхитительных открыток для раскрашивания. Вот это очень интересно. Сейчас хочу посмотреть. Если я опять себе ногти не сломаю. Ага. Это такая красота. Здесь 12 открыточек, которые сделаны наподобие раскрасок. И каждая картинка, она лучше предыдущей. Серьезно, такие классные. Мне особенно понравился олень, который читает книгу. И у него кружка с чаем стоит около кресла. Очень интересно. Прямо меня напоминает по вечерам, потому что я обычно по вечерам тоже читаю книжки с чашечкой чая. Очень приятно. Спасибо большое. Так. И здесь упаковано. Очуметь. Это просто кайф. Слушайте, спасибо огромное. Это, по-моему, термокружка, если я не ошибаюсь. Очень круто. Она, возможно, даже не термокружка, а просто кружка. Но я серьезно, я так всегда мечтала, чтобы я могла в машине в подстаканник ставить кружку, которая будет с клапаном, с открывающимся, чтобы мой горячий чай не выливался на меня, если я буду его пить в дороге. Сейчас тут есть, по-моему, письмо. Я его еще не открывала. Так, здесь, по-моему, наклеечки какие-то и картинки. А здесь у нас Настя и Катя под обед, по-моему. Я могу неправильно прочитать фамилию, если что, извините. Это очень приятно. Слушайте, серьезно, я так рада. Еще мои распечатанные фотографии с Инстаграм. Боже мой, девочки, вы такие умнички. Спасибо огромное. Это очень красиво. Мне очень понравилось, что так все очень стильно упаковано. За кружку отдельное спасибо. Это мне действительно очень сильно пригодится. И сейчас, наверное, все-таки хотела бы немножко поделиться своими впечатлениями о том, как проходила наша встреча. И выразить огромную благодарность Медиакуб, потому что они помогли нам эту встречу организовать. Потому что одна бы я, скорее всего, с этим не справилась. У нас сейчас, наконец, солнце вышло после недели его отсутствия. И сейчас немножко будет свет туда-сюда мельтешить. Поэтому, если что, вы на это не обращайте внимания. В общем, еще раз огромное спасибо Медиакуб Нетворк за то, что они организовали нам эту встречу. У нас было примерно около 60 человек. И мне очень понравилось, что вся атмосфера была такой уютной, такой домашней. И все вы были такие доброжелательны. И действительно меня очень обрадовало, потому что я не ожидала такого хорошего приема с вашей стороны. И я очень рада, что у меня теперь есть даже фотографии с вами. Я иногда даже захожу в группу ВКонтакте только для того, чтобы посмотреть наши совместные фотографии. Потому что мне так приятно было с вами тогда увидеться. И мне иногда хочется эти воспоминания снова оживить в своей памяти. А скоро у нас будет отдельная папочка с фотографиями со встречи. Я тоже опубликую ее в группе ВКонтакте. Чтобы каждый, кто был тогда вместе со мной на встрече, смог тоже зайти и посмотреть на эти фотографии еще раз. Я много слышала от вас пожеланий о новых фан-встречах. И я надеюсь, что мы сделаем с вами еще фан-встречу. Но это, я думаю, будет уже летом, чтобы было солнечно, чтобы было тепло. Чтобы мы могли встретиться с вами где-нибудь в парке. Посидеть как на пикничке и весело провести время. Что я еще хотела сказать? Наверное, то, что для меня, наверное, эта встреча была очень важна только потому, что я никогда не получала в реальной жизни отдачи вот такой от подписчиков. В основном я всегда общалась с вами через комментарии в соцсетях. Но для меня было очень важно ваше физическое присутствие. И я наконец-то получила такую возможность пообщаться с вами вживую, а не только онлайн. И для меня это тоже очень ценно и очень важно. Так что спасибо вам огромное за это тоже. Я, наверное, все сказала, что хотела сказать. Еще раз огромное спасибо вам за то, что вы были вместе со мной в тот день. Я не ожидала, конечно, что на гаражной распродаже практически все очень быстро раскупится. Я думаю, что в следующий раз, если что-то будет подобное, то я как-нибудь более организованно к этому подойду. Будет гаражная распродажа, наверное, все-таки в конце, когда мы уже с вами поговорим, пообщаемся, а потом устроим гаражную распродажу. Потому что не у всех девчонок, которые пришли чуть позже, чем остальные, была возможность купить что-нибудь личное от меня. Еще раз спасибо за то, что были со мной в тот день. И пишите в комментариях, кто был на этой встрече. Я вас целую и обнимаю. До скорой встречи. Пока.